Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, вы, наверное, слышали о том, что разные сайты, разные аналитические компании, да и просто всякие разные жулики-шарлатаны часто предлагают различные инвестиционные идеи. Купи то, купи это. Давайте сегодня поразмышляем об этом, как ко всему этому относиться. Ну и я расскажу про свой личный опыт, пользуюсь ли я рекомендациями аналитиков, ну и более предметно поделюсь информацией по брокеру открытия. Недавно обнаружил там очень прикольный и полезный функционал. И перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное! Погнали! Ну давайте начну с себя. Небольшая предыстория. Мои постоянные зрители в курсе, что на фондовом рынке я с апреля 2019 года. Ну и примерно с августа, с сентября 2019 я начал постепенно подкупать акции. Начинал я исключительно с облигаций, присматривался, примеривался, много читал, смотрел обучающие видео. Ну и в итоге, после того, как я решил все-таки стартануть, разумеется, у меня возникли те же вопросы, что возникают у всех новичков, а что покупать? Ну, понятно, что руки чешутся, хочется чего-нибудь побольше да получше. Но я вот с самого начала решил не полагаться на русский авось и все-таки прислушаться к мнению профессионалов. И поскольку моим первым брокером был брокер открытия, я нашел для себя такую хитрую штуку. В тот момент, в 2019 году у брокера открытия был модельный портфель. То есть это такой тариф, по которому все рекомендации дает сам брокер. То есть он анализирует бумаги и предлагает портфель, состоящий из 10-15 бумаг. Часть бумаг из этого портфеля иногда уходит, часть в него заходит, там меняется с какой-то периодичностью, там может раз, два, три в месяц процентное соотношение, то есть доля этих бумаг в портфеле. Ну и брокер эти рекомендации потом рассылает своим клиентам, по-моему, в форме SMS, либо в приложении брокера. Все это приходит в видеоведомлении, ну и клиент уже сам решает либо принимать эти решения, либо от них отказываться. Как все это выглядело? Когда ты подключаешься к этому тарифу, брокер тебе присылает это уведомление и ты можешь поступить просто. Ты можешь просто нажать кнопочку «Привести портфель в соответствие», тогда сам брокер исполнит торговые поручения, чтобы это сделать. Ну, например, было у тебя в портфеле, например, 10 акций «Газпрома». Название «Газпром» беру случайно и условно. Потом проходит некоторое время и брокер открытия решает, что в портфеле должно быть 5 акций «Газпрома», но надо добавить 5 акций «Лукойла». Так вот, если тебе брокер пришлет данную рекомендацию, то ты тогда, соответственно, должен сделать следующее. Ты продаешь 5 акций «Газпрома» и покупаешь 5 акций «Лукойла». Ну, вот, упрощенно это выглядело именно следующим образом. Портфель был довольно-таки спорный, многие его критиковали, говорили, что брокер искусственно разгоняет комиссии, то есть вынуждает чрезмерно часто продавать, покупать активы. Ну и к тому же был огромный гигантский недостаток, поэтому тарифу была просто зверская комиссия. Я его никогда себе не подключал. То есть я изначально подключил обычный дешевый тариф для самостоятельной торговли, но я видел мнение людей, что комиссию там с них брали за год, ну там, более 20 тысяч даже, я слышал такие мнения. Ну, короче, там просто жесть. Но, друзья, при всем негативе, ну, внешнем негативе, этот модельный портфель на самом деле давал крутую доходность. Я вот загуглил в интернете и не нашел, к сожалению, каких-то актуальных табличек, но они постоянно показывали с привязкой к бенчмарку, к индексу Мосбиржи, доходность своего портфеля. И она на самом деле индекс Московской биржи регулярно обгоняла, причем обгоняла значительно. Вот здесь вот, например, представлена информация с момента запуска этого портфеля, он, по-моему, просуществовал с 2013 по 2020 год. Ну и вот на этом графике информация с 2013 по 2017 год, как мы видим, за этот период индекс Мосбиржи был в плюсе на 46%, а модельный портфель доходный на 173%. Получается, он обогнал индекс Московской биржи в 4 раза. Что делал я? Я решил немножко схитрить, так, съевреничить. Я не стал подключаться к этому дорогому тарифу. Дело в том, что брокер всю информацию о структуре портфеля выкладывал в свободный доступ. То есть на сайте брокера открытия можно было просто зайти и, нажав там определенные кнопки, там портфель, модельный портфель доходный, зайти в него и посмотреть, какие бумаги в нем в настоящий момент находятся. Учитывая, что я портфель перетряхивал не каждый месяц, там были периоды, когда я делал это, может быть, раз в два, в три месяца. То есть я периодически просто посматривал за рекомендациями, посредством анализа этого портфеля, ну и делал определенные выводы. То есть я вот так вот подглядывал, бесплатно подглядывал инвестиционные идеи и могу сказать, друзья, что это на самом деле дало очень хорошие результаты. То есть я портфель не то чтобы прям копировал, но примерно процентов на 60-70 состав моего портфеля из акций соответствовал рекомендациям брокера открытия. И вот наступил 20-й год и случилась неприятность, портфель исчез, то есть просто они убрали этот тариф, сейчас на него никак нельзя подключиться. Ну и я начал скучать, я, разумеется, набрался уже опыта, набрался ума, я уже сам кое-что понимаю в акциях, в фондовом рынке, сам уже пытаюсь что-то анализировать. Но все равно мне было приятно и комфортно, что какие-то старшие товарищи опытнее и умнее меня, объективно, что они формируют такие инвестиционные подсказки и можно ориентироваться на их авторитетное мнение. И после того, как портфель убрали, я думал, блин, как же быть, как-то стало мне так неуютно, неприятно. И вот совсем недавно я обнаружил в приложении, в мобильном приложении брокера Открытие неплохую альтернативу вот этим рекомендациям. Она вполне возможно была там и раньше, но вот я ввиду своей зашпаренности просто никогда, видимо, не заходил в эту вкладку, поэтому я ей просто не пользовался. Вот такой вот косяк. Сейчас я вам покажу, если вы клиент брокера Открытия, я так думаю, это тоже будет вам полезно, если вы еще не знаете про эту фишку. Ну а если вы не клиент брокера Открытия, еще не поздно это все исправить, открывайте описание под этим видосом, жмите там на ссылочку «Открыть брокерский счет». Брокер очень топовый, очень классный, с очень хорошими, на мой взгляд, тарифами и очень классным мобильным приложением. Ну вот так вот оно выглядит на текущий момент. Ну и я, как обычно, пользовался основным интерфейсом, здесь все понятно, я вам это часто показываю практически в каждом видео. Здесь, собственно, мои бумаги, очень удобно смотреть информацию по счету, можно смотреть, какую доходность показывают ваши бумаги. Ну вот, например, за год у меня примерно плюс 41% по портфелю. Очень классная вкладочка «Отчет» с финансовыми результатами, с дивидендами, с разбивкой по валютам, по отраслям. Ну, короче, никаких абсолютно претензий. Каталог с перечнем бумаг, здесь можно, собственно, продавать, покупать активы. Но, друзья, я, собственно, как-то совершенно упустил из виду, что в мобильном приложении брокера есть такая замечательная вкладочка, она прямо внизу по центру, называется «Аналитика». И вот смотрите, какие здесь классные штуки. Здесь брокер выкладывает инвестиционные идеи. Мы можем их отфильтровать по актуальности и можем поставить, на какой анализ ориентироваться, на фундаментальный, либо на технический. Ну, кто забыл, фундаментальный анализ – это, собственно, анализ цифр, показателей компании. То есть, ну, главным образом аналитика денег, здоровье компании с точки зрения бухгалтерии. А технический анализ – это графики поведения бумаг, различные фигуры и так далее. Ну, считается, что это более субъективно, и кто-то вообще называет это все полной хренью. Ну, я сторонник того, чтобы анализировать и первое. И второе, вот сам лично теханализом я не занимаюсь. Я не большой профессионал в этом деле, но я смотрю какие-то сторонние сайты, например, на инвестинге. Есть сводный теханализ. Ну, и вот я часто пользуюсь для того, чтобы просто проверить, какие прогнозы, грубо говоря, по поведению бумаги в динамике. Но, опять же, к теханализу надо относиться очень и очень критично. Друзья, рекомендую вам с этим не заигрываться. Так вот, здесь представлены идеи, идеи аналитиков для покупки. Ну, вот, например, самое крайнее на момент записи – это идея о покупке бумаги MasterCard. Целевая доходность 19,32% при покупке бумаги на 12 месяцев. То есть, если мы ее возьмем с вами сегодня, то эксперты брокера открытия считают, что за календарный год бумага даст более 19%. Здесь у нас есть описание, что такое MasterCard. Является оператором второй повлечения после визы сети электронных платежей. Кто, кому интересно, может, конечно же, почитать. Далее, смотрите, любопытно рекомендуемая доля в активах. Не более 5%. То есть, брокер вам подсказывает, что, ребята, идея как бы идеи, но не держите в этой бумаге слишком много бабла. То есть, немножечко инвестировали, не переигрывайте. Ближайшая цель по стоимости – 31 740 рублей. Бенчмарк – это финансовый инструмент, депозит, доходность по которому используется в качестве эталона при оценке результативности торговой идеи. Вы можете найти его в подробном описании торговой идеи. Так вот, бенчмарком по данной идее выступает индекс S&P 500. Ну и вот здесь, собственно, представлена текущая стоимость данной бумаги 26 600. И мы видим, что целевой показатель – 31 750. Да, здесь внизу, безусловно, есть юридическая информация. Наверняка юродел брокера не зря кушает свой хлеб. И они пишут, что не несут никакой ответственности за данную идею, что все это носит исключительно информационный характер, содержит данные относительно стоимости активов. Ну, в общем, если перевести на простой язык, компания ни за что не отвечает. Если вдруг вы купите мастер-карт, потеряете на нем все свои деньги и потом предъявите претензию брокеру открытия, он скажет тебе, братан, сам виноват, мы, собственно, высказываем просто свои предположения, а следовать им или нет – это твое личное решение. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Короче, друзья, инвестируем мы все на свой страх и риск. И, собственно, такое вступление абсолютно любой аналитик вам всегда сделает. Ну, даже, если не ошибаюсь, на канале Киры, который все, наверное, весь русскоговорящий мир смотрит, который занимается фондовыми рынками там, даже в самом начале об этом висит картиночка, что все сказанное в программе не является инвестиционной рекомендацией. Вот такая вот интересная штука. То есть вот здесь можно вот так вот листать и смотреть. Видите, еще одна была рекомендация тоже по MasterCard с целевой доходностью 22%. Есть рекомендация по открытию всепогодной. Это PIF от брокера открытия ETF с доходностью 17%. Брокер рекомендует, видите, это уже техническая рекомендация, покупать Озон за пару недель, по мнению теханализа, аналитиков, которые выполняют теханализ, бумага может дать 13%. Короче, здесь много любопытного. Pfizer, видите, фундаментальный анализ на год с доходностью 11%. Mercado Libre, покупка за год может дать 31%. Realty Income, тоже фундаментальный анализ, год 13%. Sovcom Float, Service Now. Ну и таким образом можно анализировать, читать и смотреть. Здесь, видите, разные сроки. Вот можно легенько срубить бабла, например, на Яндексе с доходностью за две недели более 10% и так далее. Но весь список я не буду вам показывать. Короче, эти рекомендации постоянно обновляются. И я не говорю, что надо просто слепо брать и покупать все, что советуют аналитики. Хотя, как они уверяют, я смотрел данные в личном кабинете, там более такая развернутая версия. Так вот, аналитики пишут, что их эффективность, их анализа там приближается к 90%, если речь идет про фундаментальный анализ. То есть прогнозы в большинстве случаев, в значительном большинстве случаев сбываются. Но, опять же, друзья, ко всему надо относиться с холодной головой. Это не значит, что надо ломиться и прямо вот именно сегодня скупать мастер-карт. Но просто посматривать и быть в теме, быть в тренде, понимать, куда, по мнению аналитиков, надо вкладывать денежки. Мне кажется, это очень полезная вещь. И каждому инвестору надо всегда держать руку на пульсе событий. Ну вот как-то так. Напишите в комментариях, что вы думаете про идеи аналитиков. Верите вы им, не верите, следуете. Или вы считаете, что все это полное Г. И сами с усами лучше, чем самостоятельно. Никто бумаги не проанализирует. И все они хотят просто на нас заработать. И оставить нас без штанов. Все, друзья, спасибо за внимание. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok